Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Музин Холиплей. Первый серый, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня я расскажу про очень жёсткий бах, какой, к сожалению, произошёл с моим домом. Точнее, с нашим домом, с нашим домом Фомы, короче. Давайте я интерфейс включу, чтобы было как-то более поприятнее, я думаю так. Короче, купил я дом, как вы видели, купил я машину, но произошёл жёсткий бах. Жёсткий бах произошёл именно с транспортом. Что именно произошло, сейчас я вам расскажу. Я купил дом, как вы видели, в принципе, кто не смотрел видосы, то посмотрите, они есть на канале, как мы покупали дом и как мы покупали транспорт для дома. Я купил вот этот особняк для Фомы. Кстати, я честно не хотел его покупать, вот серьёзно вам скажу, не хотел его покупать, потому что мне пришлось слить в госбизнес, и мне пришлось продать свой дом Бусаеву подписчику. Кстати, подписчику большое спасибо. Вот, пишем, пацаны, в фэйменю. В фэйменю информация семье. Ну, это, в принципе, не важно, просто вам показываю. Кстати, мы потратили просто все деньги, что у нас были, на дом. Серьёзно, мы с Жоней потратили все деньги, и нам ещё подписчик помог. Вот, 104 тысячи, это все мои деньги, что у меня есть. Поэтому, пацаны, кто может, кто в Фоме, то тоже ложите деньги в общак, чтобы Фома хотя бы не слетела, потому что это пиздец. Если слетит Фома, то всё, это будет полная жопа. Если слетает Фома, по идее, слетает и дом, я так полагаю. Поэтому будет пиздец. Будет реально пиздец. Итак, смотрите, мы купили машину. У нас в автопарке нашем, это получается, ланцер. Потом две десятки, два сята, две явы, и вроде бы как всё. Позже ВК чекну. Сейчас занят серию, записываю. Так, смотрите, F-меню. Информация. Так, вот, управление транспортом, список. Смотрите, вот, три машины сверху у нас получается. Это Запорожец вот этот, и две десятки. Вместо них должны быть УАЗики. Должно быть три УАЗика. Вот, вместо них должны быть три УАЗика. Вот, таких вот три УАЗика. Вот, таких три УАЗика должно быть, короче. А нам их не дало. Я купил дом, у нас просто список машин был пустой. Я не знаю, с чем это связано, но у нас список машин был пустой, и нам не дало вообще вот этих УАЗиков. Вон, у всех есть УАЗики в ФАМах, кроме нас. И теперь, короче, у нас баганулось. Управление транспортом. Список всех машин у нас баганулось. Мы теперь не можем продать три вот этих машины. Болетьте, мы тупо не можем их продать. Вот, вот эти три машины мы продать не можем. Остальные тачки мы можем продать. А вот эти три машины не можем продать, потому что вместо них должны быть УАЗики. А у нас их нету. Понимаете, у нас их нету. Вместо них должны быть УАЗики. Теперь я не могу продать ни Запорожцы, ни Десятки. Если мы захочем покупать новые машины, когда у нас будет бюджет еще, то мы не сможем этого сделать, потому что все забахалось. Я написал уже в техраздел. Я написал в техраздел, ссылочку я тоже оставлю в описании. Поддержите там в техразделе, может, у меня, чтобы обратили внимание. Я написал в техраздел и надеюсь, что все это уже исправит. И будет на самом деле очень замечательно. Реально. Блин, я думал, все знают Фомех, что я ютубер и какой у меня канал. Ну ладно. Смотрите, вот, мы не можем просто продать теперь ничего. Серьезно, это очень хреново. Ланс, кстати, где-то разбитый, сыт, позже Анашана я видел. Очень забитно, что мы теперь не можем купить машины. Это очень хреново, короче. И нам нужно купить шкаф еще, пацаны. Ну, блядь, он стоит, смотрите, сколько стоит шкаф просто, смотрите. Так, ФУПГ. Шкаф стоит, пацаны, ну, сейф это и есть шкаф. Один миллион, аптечка стоит 300 тысяч, пацаны. Да, со временем мы это купим, не переживайте, чтобы вы могли лечиться. И, как бы, сейф что был, чтобы вложить патроны сюда там и так далее. Все это будет, но, пацаны, нужны деньги. Мы сами с Джонни не можем это тянуть, поэтому, кто может, тоже помогайте. Деньги можно нажать в общак через банк, если что. Как бы, блин, потому что мы с Джонни не тянем. Просто все мы не можем тянуть. Поэтому, кто может, тоже помогайте. Кстати, кто может, кто наше фамилию, меняйте фамилию на Путбуль. Уже много, кто поменял фамилию на Путбуль, видите. Вот, Аля Путбуль здесь есть, потом Вадос Путбуль, Федор Путбуль. Так, Кинг Путбуль есть. Много звуков, Милитер Путбуль. Вот, Вадимка Путбуль. Красавчики, кто меняет фамилию, он Вадик Путбуль. Вот, реально, кто меняет фамилию, тот красавчик. Потому что, ну, так нас больше будет узнавать на сервере, поэтому. Так, вот, Е на Путбулове есть. Ну, вообще, надо Путбуль именно, вот, вот. Путбуль. 3L, пацаны, Путбуль. Если что. Так, вот, Путбулович есть какой-то, так. Богдан Путбуль, это я. Так, где-то тут еще один чувак был, блин, я не помню. Как-то страницу надо листать, короче. Ну, ладно. Бассейн, кстати, есть теперь здесь. А в доме, даже высокого класса, не в особняке, нету бассейна. Мы убрали, кстати. Да. Вот, пацаны. Family, Кирилл Гейм. 300 миллионов стоит дом. Это жестко, реально. Это реально жестко. Машину, видите, все разобрали уже, блин. Пацаны, заспавнить машину стоит 45 тысяч, понимаете? Чтобы все машины заспавнить. Вот. Управление транспортом. И вот, заспавить весь транспорт стоит 45 тысяч. А заправить я не заправлял еще цвет семьи. Пока что вот такой вот цвет семьи будет. Он мне, в принципе, нравится. Потому что цвет семьи стоит 60 тысяч. Поэтому менять мы его пока что не будем. Вот, десятые стоят там. И так далее. Когда вы... Если у вас нету дома, пацаны, вы можете при заходе нажимать особняк семьи. И вы будете появляться здесь. Можете брать любой транспорт. Если что, можно брать. Как бы, да. Это прикольно. Это реально прикольно. Здесь у нас информация. В принципе, я платил особняк. Каждый день нужно 5 тысяч платить за него. И можно забрать свою машину. Вот, я могу забрать свою машину. Короче. Вы также можете их забирать. Теперь бесплатно можно забирать. И не как раньше за 10 тысяч. Можно было забирать свои машины. Вот. Здесь появляется ваша машина. Вот. Моя мурка здесь появилась. Короче. Вот такие вот дела. Ну, надеюсь, баг наш профиксят. В принципе, в нашем особняке. Потому что, ну... Блин. Ну, не хочу, чтобы у нас запорожцы были десятки. Потому что в будущем я хочу, чтобы были нормальные машины всей иномарки. Поэтому, блин. Будем писать в техподдержку. Короче. Я уже написал в техподдержку. Буду ждать ответа. Чтобы все нам профиксили. Чтобы... Ну, пусть, смотрите, у нас... Вот, смотрите, у нас забагалось. Вот. Управление транспортом. Список. Пусть тогда запорожцы и две десятки продадут. Ну, нам деньги просто за них вернут. И добавят уазики. Пусть делают тогда так. Потому что, блин, ну... Это не прикольно, что... Я теперь не могу продать запорожец. И десятки не могу продавать. И уазиков теперь у нас вообще нету. Это тоже, на самом деле, не круто. Это вообще не круто. Поэтому, надеюсь, это все профиксится. И... Будешь заебись. Ну, на этом у меня все, пацаны. Поделился с вами такой информацией. Что я продал свой дом. Подписчику. За что ему большое спасибо. Я продал аптеку в гос. Джонни слил монстр в гос просто. И мы вместе собрались и купили вот этот дом для вас. Честно, я не хотел покупать особняк. Из-за того, что я не хотел прощаться со своим домом легендарным. Как у меня в Бусаево. Но ради Фомы, ради подписчиков я продал дом. И купил вот этот особняк. Изначально я хотел, кстати, вот этот особняк купить. Вон тот. Тебе вертолет можно тоже брать спокойно. Но для этого он может только зам брать и оставатель. Самое хреновое, что если меня забанят, пацаны, все светит. Слетит Фома. Слетит особняк. Слетят все машины. И будет полный пиздец. Поэтому я буду аккуратен. Не буду ничего нарушать. Буду спокоен. И надеюсь, что с нашей Фомой все будет хорошо. Но вы можете к нам вступать. Контакты я оставлю в описании. И в комментариях. Кто хочет, пишите Богдану. Он вас примет. Ну, это у меня все, пацаны. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok